Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня вот такие вот ноготочки мы будем вместе с вами делать. Ко мне пришла моя подруга, она после карантина, уже все ноготочки отросли, так как у нее короткие, плюс еще ее доковыряла и подпилила. Итак, приступаем к маникюру. Так как нам нечего сегодня снимать такого материала, так то просто начинаю я с того, что отодвигаю кутикулу пушером. Пушер у меня обычный простой с алиэкспресс. Потом, конечно же, после того как отодвинула кутикулу, я забавлю ноготочки пилочкой, чтобы убрать блеск и таким образом увеличить степку материала. Теперь работаю я алмазной фрезой приблизительно на 30-28 оборотах. Алмазная фреза также у меня с алиэкспресс. И мой аппарат, ссылочку на аппарат тоже с алиэкспресс оставлю в описании под видео. Стараюсь работать без усилий, чтобы не пропилить ногтевую пластину. Буду клиентке делать комби маникюр, так как аппаратные я еще не полностью освоила даже на себе. Вот такие вот ноготочки после обрезания кутикулы. Буду работать я дегидратором Lely Angel. Также у меня Oxid Free Праймер. Это бескислотный праймер, он шел в наборе для акрилового наращивания. Также буду использовать базу от Blue Sky. Вы спросите, зачем мне резиночка? Это такой, как бы лайфхак, так как бутылок тяжело открывается, а резиночка как раз помогает, чтобы очень легко его открыть. Итак, нанесла я базу, просушила и сейчас буду пользоваться гейлаком от Modelones номер 1055. Он очень красивый, такой нежненький, белюсо-розовый. Очень классный. Итак, буду наносить его в два слоя, так как в первый слой он, конечно же, оставляет проплешины. Подвожу под кутикулу самую кисточку из флакона. Смотрите, в один слой как красиво тоже смотрится. Очень нежненько. Хотя видно, конечно же, проплешинки. Вот уже гейлак в два слоя. Вот такая вот нежнятинка. Конечно же, любителям нежной однотоночки самое то. Перекрыла уже топом без липкого слоя от Vena Lisa. Обязательно нужен топ без липкого слоя для работы с пигментами. Первый раз буду использовать вот такую вот пластиковую пластину. Заказывала я ее на Алиэкспресс. В наборе шли две штучки. По-моему, я заплатила за нее 90 копеек. Ссылочку оставлю в описании под видео. И смотрите, что я делаю. Беру просто штампик и на липкий его слой втираю просто пигмент. Выбираю цвета на свой вкус, которые мне больше нравятся, которые мне кажется, что они сочетаются. Хотя неоновые пигменты, они все очень яркие и прекрасные. Но, тем не менее, бывает тоже на сочетание цветов. Стараюсь на штампик взять побольше пигментика, чтобы было более ярче. Использовать при стемпинге буду лак для стемпинга от Born Pretty. Белый цвет. Нанесла, сняла остатки лака и уже готовым штампиком у нас приготовленным, с пигментом отпечатываю. Вот так вот у нас получается. И теперь на ноготок наискосок отштамповую. Теперь подожду, чтобы чуть-чуть просохло. И щеточкой уберу лишний пигмент. Теперь самое главное вычистить хорошо нашу пластину, чтобы там не было остатков лака. А также очистить наш штампик. Чищу его скотчем. Ни в коем случае не протирайте спиртом, вы так можете его испортить. И продолжаю игру с пигментами на остальных пальчиках. Тут уже буду использовать другие, может, цвета. Попробую понравится или нет сочетание. Надо экспериментировать, смотреть. Так как я при таком маникюре не использовала жидкий латекс, вот что у меня получилось. Теперь надо будет взять салфеточку, смоченную в ацетоне и протереть, что вокруг ноготочка. А эту ручку я уже протерла, вот так вот, как получилось. Но мне кажется, мизинчик сюда не очень вписывается. Придется переделать. Вот уже переделали мы мизинчик. Сейчас, жалко, свет съедает всю яркость маникюра. А так он очень яркий и прекрасный. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте пальчики вверх. Новые зрители, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы получать новые видео. Всем пока-пока и удачи! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok